Ну а нас ждет очередной бег по кругу, бег на 800 метров. Так же, как и у женщин, здесь заявлено 12 участников, что, на мой взгляд, очень много для этой дистанции. Все-таки она уже быстрая такая, и там надо разбираться. И вот, посмотрите, по два человека стоят на дорожке. Ну, не знаю. Можно было... Тут такие результаты у ребят, что можно было парочку, конечно, их не брать. Здесь понятно, что организаторы рады, что у них большое количество участников. Но вот понятно, что швейцарцы хотят и своих поставить. Вот там Джонас Шоплер из Швейцарии по первой дорожке стартует. Там у него личный рекорд, там 1,49-1,41. Ну, в общем, забег очень и очень ровненький, кроме двух человек. Увидим мы в конце Амельтука, представитель Боснии и Горцеговины, бронзовый призер чемпионата мира. Будет стартовать здесь. Его личный рекорд очень высокий, 1,42-51. Правда, в этом году пока бежал 1,45-41. И Альфред Кипкетер, представитель Кении, имеющий результат тоже высокий, 1,43-95. В этом году 1,45-93. Вот эти два парня, которые, наверное, здесь поборются за победу. Все остальные примерно одного уровня. 1,46 практически там вот 90% населения этого забега. Поэтому еще раз скажу, зачем набирать такое количество народу, мне, честно говоря, непонятно. Ну, организаторам виднее, наверное. Просто в такой давке, в такой толпе можно получить травму. А в Олимпийский год, мне кажется, не очень бы хотелось это. Джейми Вебб, представитель Великобритании. Молодой парень, 94-го года рождения, 1,46-59 его личный рекорд и пробежал он в этом году. Ну, вот Альфред Кипкетер, про которого я уже говорила. Личный рекорд 1,43-95. Александр Роу, представитель Австралии, прилетел вот сюда, чтобы в холодной Швейцарии пробежать 800 метров. И вот звезда этого забега, Амель Тука, бронзовый призер чемпионата мира в Пекине, Босния и Герцеговина. Но в этом году результат, конечно, оставляет желать лучшего. Хотя, еще раз скажу, до Олимпийских игр еще целых два месяца. Поэтому на пик формы надо выходить там в августе, Криво-де-Жанейро. И представитель Словении, Жану Рудольф. Кто-то из, скорее всего, будет пейсмейкером. Или вот пейсмейкером будет парень, который стопает по первой дорожке, Джунас Шопфер. Посмотрим. Помните, кто смотрел женский забег, что очень пейсмейкер, как нам казалось, начала очень быстро. На самом деле начала абсолютно нормально, 59,34. Просто основные девчонки почему-то не побежали за ней. И результат там был не очень высокий. Посмотрим, что будет здесь. Видите, на нескольких дорожках по два человека. Пейсмейкер сейчас должен выйти и провести на определенно заданный результат. Напомню, что в прошлом году победу здесь одержал Абдурахман Мусаиб Бала, представитель Катары. И пробежал он здесь за 1,46,91. Результат тоже не очень высокий. Эти ребята могут его абсолютно спокойно превзойти. Ну и вот, как я и говорила, представитель Словении, пейсмейкер. Вот он. Сейчас посмотрим, насколько он проведет 400 метров. Но в отличие от женщин, ребята здесь прицепились и бегут за пейсмейкером. Альфред Кипкетер. След за пейсмейкером бежит вторым. И Амель Тука где-то там чуть-чуть сзади. 51,28. Ну, в общем-то... Абсолютно нормальный результат. Ну, ничего, да, необычного. Ну, Тука, да, четвертым. Ну, мы знаем, что этот человек-парень не обладает такой высокой скоростью на финише. Не раз он показывал ее. Ну, он подтягивается уже здесь. Вот он немножко перебирается поближе, чтобы быть 304 номер у Тука. Вот он уже подбрался к Кипкетеру, подобрался. И сейчас... 600 метров позади. Ну, Альфред Риммер. Риммер бежит вторым. Уже сильный Майкл Риммер, британец. И Тука выходит вперед. Ну, даже рановато, видимо, чувствует, что темп невысокий. И... Ну, что, 1.45-1.41 его лучший результат в этом году. Ну, 45-55. Чуть-чуть похуже. Ну, видимо, здесь все-таки цель была победить. Да, без неожиданности здесь, как мы и предполагали. Амель Тука выиграл этот забег абсолютно легко, абсолютно спокойно. Я думаю, у него большой запас скорости. И в более сильной кампании он из 1.45, конечно, прибежать не может. В третий раз уже в этом сезоне 1.45 бежит. Ну, есть время, конечно, еще все-таки вот беги на средней дистанции. Люди не торопятся в начале сезона показывать супер-высокие результаты. Ну, а вот интересно, что Тука в начале мая на 600 метров 1.15-1.21 пробежала. Это очень высокие результаты. Да, то есть такой хороший запас уже скорости. Вот еще раз. Так он провел, конечно, все грамотно. И ребята за ним хоть побежали. Ну, вот Тука, видите, абсолютно спокойно вышел здесь вперед и финишировал. Кип-китеры, конечно, бросают в разные стороны. Руки в одну сторону, ноги в другую. Бег, конечно, оставляет желать лучшего техника бега. Ну, второй. Мамель только заслуженно здесь побеждает. Я думаю, никто в его победе здесь и не сомневался. Ну, а результат придет со временем. Бажен не результат, а победа. Никто не будет помнить, да, с каким результатом ты выиграл Олимпийские игры. Все будут помнить, что ты Олимпийский чемпион. Это забывается все результаты, а титулы остаются. Вот теперь у Амеля Тука есть титул. Олимпийские игры, да. Но все равно, вот он теперь будет в рамке, целый год в рамке победителя соревнований в Люцернии. На следующий год его уже пригласят как действующего победителя. Он будет уже защищать свой титул. Рекорд, кстати, соревнований в этом видео на 44-35 чемпион мира 2001 года Андрей Бюхер, швейцарец. У нас остался один вид беговой программы, да? Да, будут его показывать. Степельчест, мы не знаем, честно говоря, будут его показывать или нет. Степельчест должен стартовать уже минут 8 как назад. Ну, посмотрим, будет. Ну, вы помните, что у нас была задержка старта из-за того, что 100 метров был фальстарт, потом делали перебежку, и все это, конечно, немножко сдвинуло программу соревнований. А трансляция, конечно, вот она должна закончиться у нас там 58 минут через 3 минуты, и она, скорее всего, закончится. Ну, нужно сказать, что, в принципе, степельчест у женщин здесь нет, не присутствуют звезды, в общем-то. И, видимо, может быть, вот сейчас посмотрим, чем закончится у нас прыжок.